Протереть раствором с антисептиком поручни и поверхности после каждой поездки, не только ради порядка в салоне автобуса. Общественные места – главный источник заражения коронавирусом. Соблюдать частоту и противоэпидемические нормы сегодня жизненно важно. Очередное заключение контрольной группы в ходе ежедневного рейда в районе Лапшиновки неутешительно. Мало того, что некоторые пассажиры транспорта, да и личный состав не соблюдают обязательный масочный режим, еще и обработка в салонах проводится крайне редко. Мы приедем на семерку, там будем стоять, там потремся. Кроме этого, обрабатывать поверхности необходимо специальным раствором, а на таре обязательно должен быть указан состав и способ применения. Представители Роспотребнадзора проверили и этот обязательный пункт. Не соблюдают масочный режим и в местных магазинах, хотя маска в кармане или сумке есть практически у каждого. Как мы увидели, что в транспорте никаких санитарных норм не соблюдается. В магазинах, конечно, более-менее. Поэтому рейды эти нужны, потому что люди не понимают, не хотят понимать, что у нас эпидемия такая, что каждым днем у нас заболеваемость увеличивается. И хотелось бы, конечно, всех попросить, чтобы не только думали о себе, но и окружающих. С начала усиления масочного режима в Ленинске-Кузнецком было составлено более тысячи протоколов на граждан. Штрафы за нарушение противоэпидемических норм получают и юридические лица. Передаем все в суд. Суд выносит предупреждения и штрафные санкции. Вот за этот период, как начался масочный режим, где-то более около 80 тысяч штрафных санкций. Сейчас штрафные санкции увеличились. Раньше, если были тысячи рублей, то теперь две с половиной тысячи. Поэтому еще раз прошу всех жителей города, соблюдайте масочный режим. Подобные рейды проводятся ежедневно. Мария Силантьева, Павел Желтиков, Ленинск ТВ. Продолжение следует...